Как раз сюда приезжали флигеля, здесь сделан заворот. Вот вас очень много, конечно, но вы увидите. Вот план 1852 года. Наш дом с полукруглыми флигелями, и за ними сад. И здесь каждые имели такие сады. У соседа этот сад был более регулярный, с цветниками. А здесь были плодовые деревья, здесь были оранжереи, в которых выращивали персики, абрикосы. И ананасы, и зелень. Здесь симметрично флигелям, в саду. Вот помойки нету, представьте себе, нету этих гаражей, нету помоек, ничего. Там был сад, который шел туда, в Сусальный переулок. Железная дорога здесь только в конце 19 века, в 1895 году прошла. И разделила этот участок, и сделала его задворкой Курского вокзала. А до этого это было благодатное место. В основании тут лежит белый мячковский камень. Вы это без меня хорошо видите. Самая красивая, необычная вещь у этого особняка, поверьте мне, даже внутренности не могут сравниться с этим красавцем балконом. Балкон выходил в Лефортово, вид отсюда. И сейчас видно самокатную улицу за Яузье, золотой рожок и дачу Строганово. И сейчас видно. А тогда было видно еще дальше. Сейчас газгольдеры тут впереди, а от этого всего ничего не было. Тут можно было отсюда видеть Никиту на старой басманной. Тут можно было Петра и Павла видеть на новой басманной. Тут разгуляй был, Елохова красивейший вид, что дало возможность сделать легенду. Скорее всего, это была одна из московских легенд, что когда горела Москва в 1812 году, то Наполеон стоял на этом балконе и смотрел на пожарище Лефортово. Из каких только дворцов он не смотрел, я вам могу сказать. Но это было такое благое дело в советские времена, чтобы не сносили особняки. У нас или Пушкин в этом особняке жил, или Ленин выступал, или Наполеон стоял и смотрел на горящую Москву. Да, доходило до смешного. Не рассказывали, что на охранной, на постановке на охрану написали, что Ленин тут выступал там такого-то марта, такого-то года. Да, вызвали в КГБ и сказали, меняйте дату, Ленин в Москве в это время не был. Продолжение следует...